и новые жители опять очередные красные караси красопед будет обитать здесь это даже пригодится кто занимается раками кто хочет заниматься раками у кого есть свои водоемы в украине пишите с удовольствием с удовольствием бы пообщался с вами возможно чем-то помог возможно вместе что-то сделали поддержите подпиской напишите комментарий чтобы вы здесь хотели попробовать что сделать что воплотить что изменить буду все читать стараться отвечать и будем сделать красоту вместе красота летний дождик это хорошо я приехал со ставка и новые жители опять очередные хотя некоторые говорят что они не красные золотые но у нас почему-то еще с детства помню всегда называли их красный карась 6 штучек сегодня получилось приобрести хоть маленький все равно круглый классная рыба сожалению очень редко в этом году уже и сюда прилично запустил и надеюсь по осени будет еще больше так как он должен ловиться более активно и осенью буду запускать количество побольше ну а сегодня больше поговорим все таки о самом водоеме о занятии им так как в принципе этот проект начинался как для души он есть до сих пор больше так вот приносит душе душевную радость и вот нравится это занятие но все таки нужно попробовать что-то сделать с него чтобы он приносил небольшую прибыль для этого в этом году попробую запустить достаточно большое количество рака в прошлом году на зимовку тоже засаживал нормальное количество но этот раз хочу раз так 10 побольше закинуть но нужно будет ставить компрессора чтобы они зимой ловились но это все сейчас примерно покажу как происходит запуск рака так вот выглядит один из этапов запуска раков здесь небольшая навеска 20-30 грамм в принципе по осени они уже должны набрать вес съедобных от 30 и выше можно будет подлавливать но я хочу на эту зиму запустить сюда достаточно большое количество не знаю еще сколько получится загадывать не будем но очень бы хотелось так чтобы зимой был рак его можно поймать было и на новогодние праздники и так далее и тому подобное потому что зимой раков поймать это ну скажу честно такое себе удовольствие не очень простое даже здесь их было много но в этой зимой поймать их не получалось буду ставить аэраторы закидывать большое количество надеюсь что что-то с этого получится разбегаются вот этот рак чуть покрупнее таких я тоже стараюсь выпускать вот они мягкие он скоро будет линять если его бросить даже в резервуар с передержкой он просто там полиняет и его там съедят приятного в этом мало помимо карася главный упор этого водоема стоит на вот этих вот жителях больше всего мне интересно ими заниматься на них и цена интересная и хороший спрос так как в принципе хорошего рака найти очень тяжело вот такие вот не знаю на эту камеру будет видно или нет это синие синие это не просто от места обитания еще один есть вот такие партии уже засыпал не бывало меньше бывало больше и на протяжении еще наверное этого месяца буду засыпать здесь от 20 до 28 грамм такие ребятки которые до осени по по моему мнению уже должны набрать ходовой съедобный вес свыше 30 грамм не знаю что с этой идеей получится но пока месть буду засыпать именно мелкого рака по осени планирую вкинуть уже вот таких вот ребят таких чуть меньше чтобы попробовать и зимой вылавливать такой скажем вариант передержки не знаю что из этого получится как это получится кому интересно подпишитесь напишите комментарий потому что людей смотрит много активность небольшая а самый главный стимул и мотиватор записывать видео и продвигаться в принципе на ю тубе это банальная активность зрителей поэтому поддержите подписочкой и будем делать интересный проектик я думаю не только мне будет это интересно увидеть а возможно кому то даже пригодится кто занимается раками кто хочет заниматься раками у кого есть свои водоемы в украине пишите с удовольствием с удовольствием бы пообщался с вами возможно чем-то помог возможно вместе что-то сделали идей много но компаньоны всегда хорошие нужны так засыпать кто не знает прям в воду нежелательно будем высыпать вдоль берега и пускай пускай уходят вот такая красота запускать всегда приятнее чем вылавливать не знаю почему так и как это работает хотя вот это вот достаточно немаленькие деньги уходят просто в воду но почему-то приносит моральное удовольствие поэтому будем пробовать сделать здесь что-то интересное в плане прибыли пока мисс непонятно что оно получится это эксперимент потому что многие то немногие а практически все говорят что ничего не получится но в принципе мне это эти же слова говорили люди когда я только начинал копать водоем поэтому кого-то слушать не привык привык учиться на своих ошибках но надеюсь ошибок будет немного и все у нас получится все будет нормально так расползаются потихоньку потихоньку расползаются и что касаемо раков я вам рассказал но по поводу рыбы здесь достаточно много линя уже видно было как он и нерестился вроде бы от нерестился нормально уже по следующему году будет видно малек что-то получилось или нет но я думаю в принципе все будет хорошо главное чтобы зиму мы нормально пережили для этого нужно будет поставить два аэратора я хочу поставить в этом и в том конце чтобы был кислород чтобы не рыба не раки не задыхались потому что раков хочу вкинуть ну приличное количество пока месяц цифрах говорить не буду но там далеко за 100 килл это точно а там посмотрим как оно получится потому что зимой раков достать практически нереально поймать их очень тяжело ну а на этой площади если будет подача кислорода большое количество рака ну надеюсь поймать у нас его получится в прошлом году ставил зимой особо как-то результата никакого не было но мы живем мы прогрессируем набираемся опыта и надеюсь в этом году все получится по красному карасю также вот прям желание огромное меня много кто спрашивает почему именно он зачем для чего он невкусный там или еще что то ну возможно и так но как минимум он очень редкий не будем даже брать в учет то что это краснокнижный экземпляр который вымирает и пропадает ну соответственно он явно интересный и даже по эстетическим взглядам ну очень красивая сильная рыба которую приятно и ловить и ну даже вот какое-то знаете воспоминание с детства потому что в детстве такие клевали белого карася практически не было и хотелось бы это все дело возродить чтобы развести здесь и со временем уже зарыблять какие-то другие водоемы чтобы здесь было много малька да и при желании подловить именно уже крупные маточные особи чтобы в следующем году можно было запускать куда-нибудь в другие водоемы и этот карась размножался и увеличивал свою популяцию поэтому планов много идей много единственный минус это нехватка времени поэтому из-за этой проблемы очень редко выходят видео но буду стараться делать почаще побольше и как что-то интересное будет в любом случае буду стараться снимать вы в свою очередь опять-таки поддержите подпиской напишите комментарий что бы вы здесь хотели попробовать что сделать что воплотить что изменить буду все читать стараться отвечать и будем здесь делать красоту вместе и солнце уже практически село и очередной запуск раков здесь около пяти килограмм сразу в воду не высыпаем вот так вот до берега уже темно вот примерно вот так вот выглядит небольшое количество раков таких партий надеюсь в этом году запущу побольше здесь я в этом видео буду часто наверное повторять но навеска от двадцати до тридцати грамм такие двадцать пять двадцать семь изредка попадаются семнадцать девятнадцать красота